Ремонт без забот Занимайтесь спортом друзья, смотрим ролик Ну что ребята, всем привет, рад вас всех приветствовать на своем канале Спасибо вам за вашу активность, за ваши комментарии Вообще по большому счету практически все из вас абсолютно нормальные люди Которые пишут и задают абсолютно такие вот житейские какие-то вопросы Просят рассказать о каких-то житейских ситуациях И вот сегодня я вот тоже хочу отчасти ответить на часто задаваемый вопрос Вопрос секретов богатства и секретов денег И может быть дать свою такую оценку, свое такое мнение С высоты своих прожитых лет Ну знаете, я вот скажу такую вещь Есть конечно определенные законы, по которым Скажем так, вот даже знаете, наверное, многие слышали Деньги к деньгам такая пословица есть То есть никогда нельзя, чтобы у вас был пустой кошелек Никогда нельзя дарить пустой кошелек То есть если вы делаете, например, подарок в виде кошелька То обязательно нужно положить туда какую-то либо монетку Либо бумажную денежку Ну это вот как бы всем известные вещи Вообще я вам хочу сказать, что на самом деле в этом что-то есть Потому что деньги, деньги, да, вот именно как деньги, да, вот бумажки, там монетки Это материализовавшаяся энергия Энергия жизни И как раз вот в этой бумажке или в этой монетке есть кусочек вот этой энергии Сложно с этим спорить, это на самом деле так Это точно так же, когда вы даете, например, в долг кому-то, да, определенную сумму денег Вы даете кусочек своей энергии в виде денег, в виде какой-то суммы И очень важно, когда человек берет в долг, да, он должен четко понимать то, что он берет кусочек вот этого вашего я, да Вашей энергии, вашей жизненной силы, да И очень важно, конечно, отдавать долги, отдавать их вовремя, отдавать их, ну, скажем так, в срок Почему? Потому что если вы этого не делаете Вот тоже пословица есть там, да, дал взаймы, короче, потерял друга На самом деле так оно и есть Я вот, у меня такое есть жизненное правило, да Такой принцип, в принципе, это один из моих старших товарищей Еще давным-давно в моей юности сказал такую вещь Сергей, лучше отказать, чем потом ты потеряешь отношения с этим человеком Или вообще друга потеряешь И я с ним полностью согласен В моей жизни были разные случаи, разные ситуации Когда приходилось давать деньги в долг Когда приходилось занимать деньги И, в принципе, я вам скажу честно, ничего хорошего из этого не получалось Потому что тот человек, у которого ты занял деньги Он на тебя каждый день, приходя там, например, на работу Смотрит так, ну, скажем, искоса, да, и думает Блин, когда же ты мне отдашь мой долг, да Когда ты мне отдашь, там, деньги, да Быстрее бы ты отдал То есть вот эта вот негативная энергия, она всегда будет вас преследовать Поэтому мой вам совет Не давайте и не берите в долг А если уж вы берете в долг, да То желательно это делать все-таки у банка Потому что банк это вот, ну, банк, да Это не конкретный человек Мой вам такой совет Но, опять же, это чисто вот мое мнение Опять же, может быть, я и ошибаюсь, конечно Тоже напишите в комментариях Давайте все это дело пообсуждаем И сейчас я вам такой открою Маленький реальный секрет Секрет богатства и денег Мне тоже в свое время кто-то сказал И вот что-то как-то у меня это все дело прилипло, да Но многие есть, скажем, такие фишечки, да Которые там работают, не работают Ну, я вам расскажу про свои Которые реально работают Вот если вы, скажем, найдете купюру Там, 100 рублевую, 50 рублевую, неважно Там, или долларовую, там, или 100 долларовую, неважно Или евро, на которой последние цифры из этой купюры Будут заканчиваться на цифры 128 Ребята, храните эту бумажку Храните ее просто в кошельке Это внегласное правило притягивания денег Вот реально, если вы посмотрите там В своих, может быть, там, не знаю, там, купюрах Там, в кошельке Или постарайтесь найти такую купюру Это абсолютно реально И неважно, она будет российский рубль, я уже сказал Там, или американский доллар, или еще какая-то Это будет некая такая отправная точка Которая будет притягивать к вам определенные доходы и богатства И не обязательно в виде денег То есть это просто некий такой амулет на обогащение Я не знаю, почему, но он работает реально И держать его нужно всегда в своем кошельке Вот, ну, кто-то еще говорит про двухдолларовые купюры Там, одной бумажкой Кто-то, там, ну, много разных Кто-то говорит, что нужно держать там В виде такого маленького мышонка Там, знаете, вот, золотого или серебряного в кошельке такого, да То есть мышонок или мышка, да Или крыска такая маленькая Они, типа, тоже, как бы, хранители богатства И оберег на то, чтобы всегда были деньги Всякие разные вещи существуют Но вообще, вот, по поводу денег Я вам хочу сказать, что деньги любят счет Деньги любят аккуратность И деньги любят, скажем так, в принципе, покой, да Что я имею в виду, сейчас попробую объяснить То есть никогда, никогда не старайтесь тратить деньги до нуля Или залезать в долги Тем самым вы нарушаете так называемый закон денег То есть у вас получается некая обманка такая, да То есть деньги вроде как они там думают Что вот они копятся, копятся, копятся А вы их бах и до нуля и старатели Даже в минус ушли Вы всегда должны То есть у вас всегда все равно должен быть там Пускай там, не знаю, там, если у вас есть 100 рублей, да Вы должны потратить 90 Но 10 рублей у вас все равно должно остаться в кошельке Это некая, скажем так, отправная точка К которой, к этим 10 рублям будут снова прилипать деньги Но и сидеть на деньгах нельзя То есть деньги это тот инструмент, который должен все время двигаться и работать То есть, как я уже сказал, деньги это энергия Энергия должна перетекать, понимаете Энергия должна жить То есть, в принципе, как я уже сказал, да Деньги это некий инструмент для получения неких благ для себя, для своих близких, для окружающих, да То есть это некий инструмент сформировавшейся энергии Который идет на получение других дополнительных каких-то вещей в виде материальных, в виде еще каких-то, да То есть деньги на то и нужны для того, чтобы их тратить Но тратить до нуля их нельзя Это тоже вот такой маленький вам секрет, да То есть деньги к деньгам И старайтесь все равно, деньги все-таки как-то Ну, вот я еще раз говорю Я вот в своей жизни, да, видел разных людей и разные отношения к деньгам Кто-то просто в кошелек мнет деньги, складывает Кто-то, скажем так, вот деньги, если вот лежат Вот купюрочка, купюрочки, да, купюрочка, купюрочка Я смотрю у некоторых в кошельке, деньги так лежат, свернуты, смяты, завернуты, кверх ногами Это тоже плохо Поверьте мне, деньги любят бережное к себе отношение То есть когда вы складываете в своем кошельке купюрочку к купюрочке Аккуратненько, бумажка к бумажке, номерок к номерку, ровненько В одном отделе доллара, в другом евро, в другом рубли Это приводит вас к некой самодисциплине, которая потом будет неким притягивающим магнитом служить Потому что деньги любят порядок, понимаете Деньги любят такую некую стабильность, некий покой и некий уют в вашем кошельке или в вашем сейфе Вот, поэтому не просто так, вот в банке же вам не дают, там, например, вот просто комок денег, да В банке вам дают деньги, там, посчитанные аккуратно, в купюре, завернутые, в бумажке, там, или, я не знаю, в резинке, там, да То есть определенным таком, культурно, короче говоря И вы точно так же, как банк, должны делать, то есть для того, чтобы у вас деньги копились, как же, точно так же, как в самом банке Вот такой еще маленький такой посыл Ну, а вообще, я вот серьезно говорю, то, что, конечно, счастье не в деньгах, правильно, а в их количестве К сожалению, что в наше сегодняшнее время, да, и как бы без денег-то никуда Деньги нужны на все абсолютно, поэтому умейте их беречь, умейте их копить и умейте их грамотно тратить Вот, в принципе, все, что я вам сегодня хотел сказать Все, с вами был Сергей Симонов, чао, пока, скоро увидимся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»